Ну что ж, мы продолжаем, и вот меня интересует вопрос следующий. Каким же должен все-таки быть идеальный букет для любимой девушки? Сегодня мы узнаем это, потому что к нам пришли флористы, декораторы, Юлиана Леденцова и Анна Лютик. Давайте поздороваемся с ними, Аннушка. Доброго ранка, девчата. Анечка, ну, с вашим прозвищем, в принципе, не было жодного шанса обрати какую-то другую профессию. Здравствуйте. 8 березня, вчера минулося. Как настроение, девчата? Вас приветствовали? Ну, конечно, все прекрасно. Мы даже сегодня немножечко поспали, потому что 8 марта, это, знаете, праздник, наверное, больше для девушек, а флористы в данном случае уже не девушки. Это профессионалы. Это работяги. Сегодня вот нас хлопать, знаете, какие, возможно, педмины, ты раптом что-то. Мы будем... У меня вот единственный вопрос такой. Смотрите, у нас были 4 дня выходных, правильно? С пятницы, грубо говоря, вечера, да, и до сегодняшнего утра. Когда началась волна вот эта вот, когда у вас уже все, нет времени, вы не знаете, куда себя деть, и такое чувство, как будто хочется стать Юрой Шатуновой, чтобы там и там и там везде быть и везде успевать. Когда началось? В субботу? Нет, в понедельник. Прошлый? Да. Прошлый понедельник и все, и вот эта вот вся неделя была у вас в недосыпах. Да. Молодцы какие девушки, блин. Аплодирую стоя просто выдержать вот такой вот марафон. Без сна очень тяжело. Итак, вернемся к нашему букету. Я так понимаю, что сейчас в моду входят не букеты, а вот такие вот презенты, да, цветочки. Композиции. Как они называются, да, музыкальные, цветочные композиции. Как они? Ну, сейчас, да, есть тренд, флавербоксы называется. Что-то так и думаешь, что вот просто надо перевести цветок и коробка, и все, и у тебя получится название флавербоксы. Да, инглиш тренди сейчас, поэтому. Ну, смотрите, вы принесли у нас коробочку и много-много разных цветов и растений. Что вот это вот я сейчас держу в руках? Эвкалипт. А, это то, что куала, да, люди? Я понял, да. Вот это тоже эвкалипт? Да. А, вот это все оно. Все, я понял. Вот это вот у нас желтый... Весенний стандартный цветочек мимоза. Это самый популярный с очень-очень-очень долгого времени. Кстати, да, я вот недавно узнал и недавно читал, что мимозу очень легко перепутать с другим растением, с акацией серебристой. Вы не знали? Серьезно, мимозу очень часто путают. Я что думаю, что мимоза от властного на дерева хэрустет, на лучшем, на размеру дерева. Да, и часто путают, и, возможно, вы знаете, что это не мимоза, это акация серебристая. Нет, это мимоза. Это точно мимоза. Да, да, да. Хорошо, а это... У меня классический запах просто. Это вот... Нет, вот именно у цветочка, ни с чем не перепутаешь. Я понял. Ну, здесь у нас тюльпаны, гвоздика, хлопок, это с этим у него попроще. Ну, и последнее вот этот вот небольшой мини-веник, назовем его так. Да, я думаю, что это вот смотришь на него, и название прямо ассоциации паником. Вот у него паника. Такие волосы, да? Дыбок. Какая-то, я чувствую, паника уже у Дима начинается, потому что ему доведется из всех этих квитов зробить букет. Я сподіваюся, что у него все выйдет, але дамо ему невеличкий тайм-аут. Дизнаемся гороскоп на сегодняшний день для наших гостей, для всех наших глядачей, після чего продолжим и переконаемся, чи зможе Дима своими руками створить бездоганный букет. Вот мы только что разобрались, что все-таки дискуссия шла в следующем потоке. Желтый цвет. Цвет разлуки или бесконечной любви? Ну, мне кажется, все-таки давайте не будем о плохом, да? Желтый цвет сейчас в тренде, да? Да, сейчас в тренде, и тем более вот после зимы серый стих захотелось. Желтый цвет. Приходят, да, все мужчины и говорят, хочу любимые желтые тюльпаны. Я люблю желтые тюльпаны. Говорит, и не важно, что там песни, не песни, там поют, что-то обозначает. Это запоздало, и главное, утром месяца. Хочу, чтобы было вот, чтобы она проснулась, была ярко, ну, вот. Ну, у нас, я так... И солнышко. Я смотрю, у нас будет и солнышко, будет и яркий, красочный флауэрбокс. Начнем. Переходим к нему, наверное, да? Девушка, рассказывайте, что, куда нужно вставлять. Для того, чтобы, в общем-то, техника здесь очень простая, и для того, чтобы получилось грамотно распределение, в общем-то, цветка начинается с зелени, да, что мы распределяем равномерно цветочек, и затем переходим на более вот мелкий, то, что, вернее, самый объемный, и потом вот добавляем элементы, пустые места красивыми... Я предлагаю, я люблю практику. Вот давайте начнем, и будем вот сразу вот делать, потому что у меня времени на все про все еще максимум 10 минут, и буду уже дарить все подарки девушкам, и вам также мы приготовлю подарочек. Так, есть. Я свободная... Это, да, фаристическая губка, там заготовка, то есть... С водичкой, поэтому цветочки долго стоят в воде. Сколько они могут просто стоять? Если я вот подарил на 8 марта своей, там, любимой маме... Ну, минимум неделя. Неделя? Да, поливать можно. Можно добавлять. А бывало такие случаи, или есть такие растения, когда ты вставил в эту губку какой-то цветок, а потом ты смотришь, а оно проросло. Бывает такое? Проросло, корни пустило? Корни пустило, и потом можешь уже в кашпо вставлять, высаживать, нет? Это исключено. В данном случае фаристической губки нет. До речи, если говорить про квиты, мы уже вспомнили про то, что теперь жовтий колор в тренде, а чи есть какая-то мода на букеты, мода на квиты? Но я как изменю эти вид сезона до сезона, чи нет? Да, это постоянно происходит и регулярно, каждый год обновления, знаете, и все модно, это все новое, все забытое старое. То есть сейчас в моду... Она уже давно не бачила, а теперь она снова повернулась. Да, она снова вернулась, точно так же, как и гвоздика, гиацин. То есть это цветы, про которые все ассоциации, может быть, неправильные, но сейчас на самом деле существует очень много, даже нежно-розовая гвоздика. И когда мы ее собираем в букет, часто люди, клиенты спрашивают, а что это за цветок? Потому что не всегда в букете возможно его узнать. И сейчас он очень популярный, потому что голландцы, конечно, в этом плане очень молодцы вращивают. Голландцы, я тебе скажу, во многих планах о России, да. Они выращивают разных оттенков, и карамель, и фиолетовый, то есть там полная ассорти. И в этом году у нас были практики, мы завезли очень много цветочков в данной, в общем-то, палитре. И клиенты просто звонили и говорили, просто хотим красивый карамельный букет-гвоздик, да, то есть и ты понимаешь, что нужно как-то что-то предлагать, что-то новое, потому что роза – это классика, да, то есть хоризонтные… Но тренды тоже тоже разные бывают. Они разные, сейчас очень мода на эти пионовидные розочки, мода, ну, в общем, и маленькие, и крупные. И срешие, да, квитные одна за одним, селекции выводят новые сорты. Да, новые сорта скрещивают, и наконец-то у нас есть просто возможность узнавать про эти новые сорта, потому что люди у нас наконец-то начали интересоваться, что такое модно, мы перестали делать какие-то стандартные букеты, и начали делать флавербокс. Такие червоные троянды с золотой стричкой, эти традиционные все вещи. Это классика все равно есть, и от нее никогда. Ну, хай тем как, даймо в диме еще буквально пару хвилин на вирішальні, фінальні риси. Я сподіваюся, что у него сьогодні вийде и вдасться ему цей букет. Нагадаю, что и сегодня, Дмитро, как сильная часть нашей редакции, будет вітать прекрасную часть нашей редакции, всех наших девочек, и после рекламной паузы мы увидим, что у него вышло. Смертельный номер сьогодні просто у нас происходил в студии. Впервые в жизни дали Дмитрове гострый предмет рук, боялись, что из этого вышло, но начебто все вышло успешно. Вот такой вот красивый флавербокс получился у меня. Девушки, честно, если бы не вы, я, наверное, тут такое наворотил. Во-первых, это невероятно красиво, во-вторых, это оказывается сложно, это не все. Можно так просто взять, вставить в губку вот так вот цветочки и подарить любимой. Надо еще и думать, чтобы цветовая гамма сошлась, чтобы было по размеру. Это как трансформер. Вот мне вот подсказывают, говорят, это на самом деле и есть такой вот цветочный трансформер. Очень скоро я все эти подарки обещаю, подарю девушкам. И спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами. Я хочу вас поздравить с 8 марта и пожелать, чтобы у вас в жизни была только такая же красота и только вас окружали хорошие мужчины. Какие, знаете, надежные, как и я. Спасибо большое. Ну что ж, Юлиана Леденцова и Аня Лютяк сегодня проходили до нас в гости. Фахисты свои справы, флористы, которые продемонстрировали нам, как делать наиболее актуальные, годные и красивые букеты, флауэрбоксы. И, уверена, если у вас появится какое-то свято, они также станут вам в пригоде и обязательно прийдут на помощь. А я хочу девушкам, как и обещал, тоже сделать небольшой подарок. Эти прянички, к сожалению, не для вас, но у нас есть небольшие вот такие вот прянички, которые нам приносили тоже наши гости. И двум девушкам, двум совушкам, которые не спали уже очень долго, тоже вот такие вот совы пряники. Спасибо, девушки, за то, что пришли еще раз с праздником вас. Оставайтесь красивыми такими. Спасибо большое. Дякую вам, хорошего дня. Ну а зараз дізнаємося про те, які саме жінки увійшли в историю завдяки своїм великим досягненням.